Здравствуйте! Фертелеканал СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Еще два случая заражения в регионе увеличилось число заболевших коронавирусом. Диагноз COVID-19 подтвердился у одного жителя Волжского района, который сейчас лечится в 6-й городской больнице Самары, а также у гражданина Сызрани. Он находится в Тольяттинской городской больнице номер 5. Медики оценивают состояние обоих пациентов как удовлетворительное. Между тем, в регионе еще три человека вылечились от коронавируса. Двое из них лечились в 6-й горбольнице Самары. Женщина заразилась во время путешествия по Франции и Испании. Мужчина вернулся из Австрии. В Автограде женщина лечилась в Тольяттинской городской больнице номер 5. У всех пациентов результаты повторного тестирования на коронавирус оказались отрицательными. Получается, что в Самарской области из 20 зараженных коронавирусом продолжают лечение 6 человек. Выздоровели 14. В Самаре продолжают усиленно обрабатывать общественные пространства, улицы и дороги. Это связано с непростой эпидемиологической ситуацией. Сначала машины моют улицу мыльным раствором. Далее идет техника, которая орошает проезжую часть специальным дезинфицирующим средством. Всего задействовано около 30 машин и 8 пылесосов. Каждый день в среднем обрабатывается 70-80 улиц в зависимости от их длины. Всего в Самаре 625 улиц. Из них 315 – это те, на которых ходит общественный транспорт. Им уделяется повышенное внимание. Также обрабатывают и остановки общественного транспорта. Специально для этого привлекли даже автомобили МЧС. Еще 12 человек два раза в неделю дезинфицируют подземные переходы. С сегодняшнего дня начинается уже повторная дезинфекция местной и большей проходимостью. Все это необходимо, чтобы максимально обезопасить граждан и снизить риск распространения коронавирусной инфекции. В основном обработка сейчас проходит в дневное время. Это связано с тем, что ночные температуры все равно понижаются ниже нуля. Соответственно, после обработки обледенение это может повлиять на транспортную обстановку с утра. Поэтому пока только днем. Но в принципе мы справляемся. Сколько людей, сколько машин задействовано всего-то будет? Каждый раз по-разному, но не менее 30 автомобилей, которые занимаются и помывкой, и санитарной обработкой. Не менее 8 пылесосов. 12 человек у нас всегда с ранцами. Те, кто обрабатывают остановки и те, кто обрабатывают подземный пешеходный переход. Их у нас 4 штуки. И мы их обрабатываем 2 раза в неделю. Плюс у нас сейчас подключилось 3 автомобиля МЧС, с которой занимаются отдельно только остановки. Вторая неделя действия усиленных ограничительных мер подходит к концу. За это время стало ясно. Жители региона серьезно относятся к сложившейся эпидемиологической ситуации. Впрочем, нарушители режима самоизоляции все же встречаются. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора и представители местной администрации вышли на проверку в поселке Новосемейкино. Как там соблюдают новые правила, расскажут наши корреспонденты. Оставайтесь дома, не допускайте скопления, не подвергайте себя и своих близких опасностям. Теплая погода так и манит на улицу. Но это не повод для прогулок. О важности соблюдения режима самоизоляции жителям поселка Новосемейкино напоминают сотрудники госавтоинспекции. В целом прохожих мало, но они есть. Кто-то с работы, а кто-то в магазин. Ну, стараюсь как можно меньше выходить из дома только по первой необходимости. И то до первого продуктового магазина и обратно. Также пользуемся антисептиками, соответственно, когда выходим тщательно моем руки. Во время рейда полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверили и организации, которым временно запрещено функционировать. Так, небольшое кафе стало работать на вынос, соблюдая все санитарные требования. Согласно указу, который дал губернатор, у нас осуществляется продажа продукции на вынос. И только на вынос в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Мы как бы в первый же день скооперировались. Так как у нас здесь в кафе, ну, почти кафе можно было посидеть, мы организовали, что все-таки через окно на вынос. У нас и санитарная обработка помещений идет, и дезинфекция рук, одноразовые перчатки, маски, все как положено. На нарушителей полицейские составляют протоколы и еще раз напоминают, режим самоизоляции – это не рекомендации, а обязательные требования. Все для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Жители Самарской области в большинстве своем правильно понимают проводимые мероприятия и относятся ко всему этому с пониманием. К сожалению, есть случаи, когда жители без ярких причин выходят на улицы, но после замечаний сотрудников полиции они возвращаются по месту проживания. В ходе проводимых мероприятий сотрудники полиции проводят разъяснительную беседу с гражданами, которые находятся на улице, объясняют им необходимость максимально сократить контакты и находиться желательно по месту жительства. Выясняют у водителей причину выезда на проезжую часть и объясняют им, что в настоящее время лучше чаще находиться дома, чем передвигаться по улицам. Екатерина Алексеева, Ирина Игнатьева, СТВ. Как часто на улицах самарцев останавливают для проверки. С какой целью они вышли из дома? Как строго соблюдается режим самоизоляции? Этим вопросом наша съемочная группа поинтересовалась у жителей города. На участковых сотрудников ППС, а также представителей других служб полиции возложили с началом ограничительных мер еще одну обязанность – спрашивать граждан на улицах, почему они не дома. Обычные жители города говорят, что какого-то тотального контроля, как в фантастических романах-антиутопиях, нет. Многих вообще никто не останавливал и ничего не спрашивал. Ни на улицах, ни во дворах. Нет, не останавливают. Нет. Меня никто, по крайней мере. Но я обычно дома сижу, просто на работу вызывали. Справка есть. То есть вот и из ваших знакомых тоже никого не останавливали, не спрашивали? Мне об этом не говорили. А вот во дворе у вас, скажем, там гуляет мама с детьми, там бабушки, дедушки? Да. Да, да. Ну, никто не останавливал. А вот честно, так надоело уже дома сидеть? Конечно. Хочется погулять. Но, правда, не в такую погоду, как сегодня ветер. А так, конечно. А так-то вообще во дворе вот у вас, я не спрашиваю, где вы живете. Вот так вот выходят, гуляют? Нет, нет, нет. У нас даже детские площадки с топ-лентой загорожены. Нет, ни разу не было. А вот я не спрашиваю, где конкретно вы живете, а вот у вас во дворе, скажем, люди гуляют, там как-то вот мамы с детьми, там бабушки, дедушки? Ну, кстати, могу сказать, что нет. Нет, не гуляют. Площадка пустая. Нет. Тоже удивляюсь. То есть не было такого, да? Нет. Такого не было. А вот я не спрашиваю, где вы живете, там вот у вас во дворе, скажем, люди выходят, там погулять свежим воздухом по душе. Ну, в основном за хлебом, в магазину так в основном не наблюдала, в принципе. Чтобы выходили гулять. Потому что все боятся. У нас много пожилых, просто живут по этому. Ну, вообще-то останавливают и спрашивают. Но делают это корректно и вовсе не всех встречных. Вот эта дама только что пообщалась с сотрудником полиции и дружинниками. Вас на улице спрашивают, почему вы из дома вышли. Может быть, там полиция или еще? Вот только сейчас об этом сказали. Что мы не болеем и никому не желаем болеть. Мы за продукт. Вы видите, квартиру надо заплатить, за все квитанции принесли. Надо заплатить. Кто-то вообще не видит большого смысла в таких проверках. Да и действительно, тотальный контроль даже при современном уровне цифровизации обеспечить невозможно. Хотя, может, кому-то этого и очень хочется. Но пока так. Пока нет, не останавливали. Но я видел, вот полиция там идет, там уже кого-то остановил. Я просто в магазин вышел. Меня поэтому нет. Вам не посчастливилось работать в этом? Нет, не посчастливилось. Ну, и надеюсь, что не остановит. Потому что, честно, вот лично мое мнение об этих мерах, что, конечно, тот, кто приехал из-за рубежа, тот, кто контактный, он обязан садить дома. Но, как бы, всех загонять, да, и опять, как это контролировать? Очень многие люди живут без прописки. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это все быстрее кончилось. Полицейским сказали, надо. Они и делают, проявляя при этом здравый смысл и разумную достаточность. А раздражать население излишним контролем и проверками в их задачу уж точно не входит. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. В регионе могут перенести парад победы 9 мая. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Такое решение примут, чтобы не подвергать опасности жизни и здоровью ветеранов. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что решение нужно принимать максимально взвешенно. Ведь нельзя подвергать опасности жизнь и здоровью ветеранов. Они относятся к группе риска. Поэтому нужно быть внимательнее к ситуации. Однако, несмотря на карантин и самоизоляцию, подготовку к празднованию юбилея победы останавливать не стали. Если обстановка не позволит провести торжества именно 9 мая, то будет рассматриваться вопрос о переносе мероприятий на другую дату, уточнил глава региона. В Самарском метро вновь изменился график работы. Правда, коснется это только выходных дней. 11 и 12 апреля поезда будут курсировать с 6 утра до 21.00. В будние дни подземка продолжит работать в обычном графике с 6.00 до 24.00. Такие изменения связаны с режимом самоизоляции, который будет действовать до 12 апреля. Горожан просят воздержаться от перемещений на общественном транспорте и по возможности пользоваться личным автомобилем или такси. В России ФАС проверит цены. Поводом послужили итоги мониторинга цен в торговых центрах и магазинах с учетом того, что в целом в стране профицит зерна и муки, других продовольственных товаров на складах также достаточно. Любое отклонение цены на продукты в сторону ее повышения. Повод для расследования, рассказал статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цириковский. Также стоит отметить, что в Самарской области достаточно заметно выросли цены на лимон и имбирь. Горожан мне также отмечают, что увеличились стоимости лук, гречка и сахар. Действительно, санитарное состояние самых разных объектов сейчас под пристальным вниманием контролирующих органов. Улицы моют со специальными средствами, обрабатывают сам транспорт. Но в некоторых дворах и домах Самары люди об этом даже не мечтают. Жильцы просят, чтобы разгребли хотя бы кучи мусора, которые лежат под ногами сразу при выходе из подъезда. Именно так происходит в доме номер 181 по улице Аврора. Все подробности в нашем следующем материале в рубрике «Дежурный по городу». В дворе дома номер 181 по улице Авроры залежи мусора, пакеты, пустые банки и бутылки, куча земли и песка. Все говорит о запущенности и неустроенности. Люди недоумевают. Почему? Во время кампании по борьбе с заразой, за чистоту и стерильность они видят из окон вот такую картину. Конечно, жильцы жаловались в свою управляющую компанию. Мы звоним в свою управляющую компанию ЖКС почти каждый день по уборке территории. Не видим ни дворника, никого. Зимой были страшные заносы, едва открыли дверь входную. Невозможно было. Вообще, внимание... Мы, говорят, записываем вашу заявку, записываем. И это каждый день. Никакого результата. В общем, никакого внимания к нам. Куда мы платим вот эти вот услуги свои, задворника. Во дворе этого дома, по рассказам жильца Юрия Шохова, и вовсе происходят коммунальные чудеса. Только вовсе не добрые. Вообще никто ничего не убирает. Осенью привезли тут кучу чернозема, привезли кучу песка, высыпали. Мы ошиблись адресом, вы сами уберите. Здесь от них живут пенсионеры и люди уже пожилого возраста. Уберите сами. Мы ошиблись вроде, ну туда-сюда. Но вот так постоянно идет бардак. В отношении уборки территории грязь, вот эта грязь уже надоела. И вчера, кстати, вчера позвонила жена. Мы приняли вашу заявку, 1257, звонит смс-ка. Мы вашу заявку выполнили. Мы смотрим во двор и близко не подходили. Через пять минут опять звонят. Мы приняли вашу заявку, ваш заказ выполнен. Мы опять выходим, смотрим. Ни один подъезд не обрабатывался, ни один обед, как говорится, не опрыскался. В ответ на обращение по телефону, а как сейчас иначе, когда передвижение по улицам стараются ограничить. Люди получают уборку онлайн, виртуальную. Жильцы недоумевают. Вот в СМИ рассказывают, что коммунальщики убирают и дезинфицируют подъезды. Говорят, не весело смеясь. Наверное, только про наш дом забыли. Впрочем, по их словам, так уже не первый год. Здесь просто неприятно находиться даже. И с каждым годом двор все хуже и хуже становится. Загаживаете? То есть это не первый год у вас так? Да, двор заброшенный, скажем так, и дом заброшенный. Дворника мы не видели с осени вообще. Нам хотелось бы, чтобы в лучшую сторону содержание двора изменилось. Надежда на изменения к лучшему у жильцов связана только со сменой управляющей компании. Сейчас они ждут, когда в госживоинспекции закончат оформлять документы. Возможно, после этого в доме и во дворе настанут улучшения. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самаре начинают отключать отопление. Отопительный сезон совсем скоро завершится. В настоящее время теплоэнергетики сообщают о готовности постепенно прекращать подачу тепла по заявкам организации. Это позволяет делать не только погода, но и эпидемиологическая ситуация. Досрочное завершение отопительного сезона для ряда предприятий и организаций обусловлено тем, что многие учреждения закрыты и отапливать пустые помещения нет необходимости, говорят тепловики. Подлое преступление в городе отрадные сотрудники уголовного розыска нашли, задержали грабителя, который отобрал у престарелой женщины сумку с личными вещами. Случилось все 8 апреля. 84-летняя пенсионерка вышла в ближайший магазин за продуктами и стала жертвой злоумышленника. Полицейские сработали оперативно и задержали его. Часть вещей уже удалось вернуть потерпевшей. Все подробности далее. Мария Ивановна в тот злополучный день, 8 апреля, пошла за продуктами в ближайший магазин. Неожиданно на нее на улице напал неизвестный мужчина и вырвал из рук сумку. Он дернул за сумку мясо, я упала на землю. На земле, то тут уж он вырвал все-таки сумел у меня в сумку, убежал. А кругом, не душа абсолютно. Пошла в ту сторону, куда он убежал, там женщина идет с почты. Я ее подозвала, говорю, у вас есть телефон, у меня же ничего не осталось. Позвоните, пожалуйста, в милицию. Она позвонила, спасибо ей. Приехала милиция, стали разбираться. Добычей злодеей стали деньги, старенький мобильный телефон и ключи. Особенно расстроило женщину то, что она лишилась удостоверения ветерана труда и пенсионного. Полицейские отсмотрели видео с камер наблюдения, изучили прилегающую местность. Обнаружили в одной из уличных урн похищенные документы. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, где живет подозреваемый и задержали его. Он оказался ранее судимым за разбой. Освободился как давно? В 2018, в августе. И чем занимался все это время? Работой. Кем? С бабочкой. Что, маленькие деньги что ли? Хорошие деньги? Ну, хороший день. А трезвый был пьяный? Да, пьяный. У него нашли похищенную сумку и ключи. Злодей признался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на спиртное, закуску и подарки сожительнице. Телефон пока не нашли. А 9 апреля полицейские вернули женщине похищенные документы. Удостоверение ветерана труда и пенсионное удостоверение. Мы ругаем милицию, но когда нам плохо, мы ее зальем. И хватаемся, как на столобинку. Спасите, спасите. Большое спасибо милиции. Максим Устриков, Ирина Игнатьева, СТВ Пятница. Самое время задуматься, как провести эти выходные, чтобы не ломать голову. Специально для вас культурная программа полной интересных событий «Правда онлайн». В рубрике «Афиша». Слово нашему корреспонденту Екатерине Алексеевой. Режим самоизоляции. Для многих целое испытание. Впрочем, и здесь можно найти свои плюсы. Если все фильмы пересмотрены, а книги перечитаны, самое время окунуться в культурную жизнь. Ведь она никуда не делась, а просто перешла в режим онлайн. Так, в Самарском театре оперы и балета в эти выходные покажут концерт шедевры оперы. Для всех он будет бесплатным. Впрочем, бесплатно в режиме онлайн можно посмотреть все трансляции. Так, 10 апреля на сайте оперного театра покажут спектакль «Мадам Баттерфляй». Лейтенант американского флота хочет взять в жены молоденькую гейшу, которую прозвали «Баттерфляй», что в переводе с английского «бабочка». Младого лейтенанта пытаются предостеречь от опрометчивого поступка, но он и слушать ничего не хочет. Ведь для него этот брак не всерьез. О чувствах невесты он и не думает. В воскресенье, в день космонавтики, в сообществе Самарской областной библиотеки пройдет видео-реакция про космический мусор. Речь пойдет об одной из глобальных проблем земной цивилизации – очистке околоземного космического пространства. Участникам онлайн-трансляции расскажут о главных направлениях исследований в данной области. В Самарском зоопарке тоже много всего интересного. Там стартует онлайн-проект «Пока все дома». Биологи будут ежедневно рассказывать об обитателях зоопарка. Специалисты разных отделов познакомят с образом жизни беспозвоночных и земноводных рептилий, птиц и млекопитающих. Более подробную программу можно посмотреть на сайте «Культура.РФ». Насладиться прекрасным можно, не выходя из дома. Ведь многие культурные площадки в эти дни работают в режиме онлайн. Не упустите возможность прикоснуться к мировым шедеврам. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СК-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СК-24 теперь еще на Яндекс.ТВ, на Пирс.ТВ и в мобильном приложении СК-24. Там есть онлайн-трансляция телеканала и последние новости. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.